Здравствуйте! В этом видео мы с вами сошьем восхитительное, нежное, очень комфортное и самое приятное, простое и быстрое в пошиве платье. Рукава у платья цельнокроеная, силуэт летучая мышь. По низу рукавов обработаны оборки валаны вместо манжет. Юбочная часть расколешенная на сборке по талии и сборка создается эластичной тесьмой резинкой. Платье будет комфортным в талии и прекрасно растягивается. Нам потребуется примерно 3 метра ткани при средней ширине 150 сантиметров. Если ширина материала будет больше, то это еще лучше. Чуть позже вы узнаете почему. Но минимально брать ткань шириной 150 сантиметров. Это штапель, на 100% состоящий из вискозы. Такая легкая, летящая, мягкая, шелковистая ткань. Она намного мягче, чем обычный хлопок и уж тем более лен. И в ней суперкомфортно, не жарко летом. Этот вискозный штапель из магазина 1 метр ткани. Подробнее я показывала его в предыдущем видео. С обзором распаковки материалов из магазина 1 метр ткани. Если вы еще не видели этого выпуска, то советую вам посмотреть. Многим он понравился и они нашли его очень информативно. Также нам потребуется обычная эластичная тесьма резинка. Как например вот такая бельевая. Ее ширина примерно 5-7 миллиметров. Длине резинки будет достаточно равной примерно двум обхватам талии. Одна нитка в цвет основного материала. Я буду использовать белую нить. И остальные инструменты, которыми вы пользуетесь. Сначала я конечно же продекотирую материал. То есть отпарю с включенной функцией пара. Сначала я конечно же отпариваю материал. То есть утюжу его с паром. Но предварительно я его еще прополоскала в стиральной машине на низкой температуре. И теперь для того, чтобы разгладить все помятости, я еще и пройдусь с утюгом с включенной функцией пара. Это мой парогенератор. Утюг с парогенератором от бренда Mie. Я как-то делала обзор на этот парогенератор. Пользуюсь им уже сейчас больше полугода. Каждый день. И для бытовых, и для рабочих целей. И это просто огромное удовольствие. Я наслаждаюсь. Так вот, что я хотела сказать. Про вот этот фиксатор рычага. То есть для того, чтобы выпустить пар из утюга, необходимо нажать на курок снизу. И когда вы нажимаете, пар соответственно выходит. Отпускаете курок. Пар перестает подаваться. А можно нажать вот этот переключатель, который есть сверху. Для постоянной подачи пара. То есть... То есть вам не нужно нажимать на курок. Вы один раз переключаете. Пар выходит в постоянном режиме. А затем отключаете, когда вам уже он не нужен. Сначала я для себя видела применение только при вертикальном отпаривании. Для того, чтобы не зажимать курок каждый раз. Но позже я начала использовать его и при горизонтальном отпаривании, при горизонтальной утюжке. Именно когда мне нужно продекодировать материал перед раскроем. Поэтому я просто кладу утюг. Включаю именно эту кнопку. И мне уже не нужно каждый раз зажимать курок. Я просто могу свободно водить утюгом. Например, продекодировали эту площадь. Выключаем. И все готово. На мой взгляд, очень удобно. Я раньше недооценивала этот функционал. Выкройка платья очень простая. Можно построить прямо на ткани. Сейчас я покажу вам на бумаге принцип. То же самое нужно будет просто повторить на ткани. Вам потребуется простая выкройка плечевого изделия. В данном случае это полочка и спинка плоского кроя. Плоский крой означает, что никаких нагрудных, талевых выточек нет. То есть максимально плоская деталь. Без объема. Где найти эти выкройки? Возможно, у вас есть выкройки, которые вы уже когда-то использовали. Например, сняли в журнале с готовыми выкройками. Или строили. Ну и самый простой, наверное, способ это использовать базовые лекала плоского кроя. Которыми я воспользуюсь. Они есть на сайте на разные размеры и роста. Итак, представим, что эта ткань шириной примерно 150 см. Складываем ткань пополам. Вот здесь у нас располагается сгиб. Здесь кромка. Теперь полочку, то есть детали с более глубокой горловиной, я прикладываю к сгибу. Примерно до уровня талии. А спинку прикладываю к кромке. Здесь можно немного отступить для припусков на швы. Затем я просто обвожу горловину, линию плеча и делаю отметку по боковой линии. То же самое здесь. Отметка по боковой линии, линия плеча, горловина и еще задний средний срез. Теперь берем линейку и проводим продолжение линии плеча по полочке. Можем просто приложить к этой же линии и продлить до конца. То же самое повторяем со спинкой. Вообще эти линии у вас должны быть параллельны друг к другу. Здесь линия плеча будет перетекать в линию будущего шва рукава. То есть мы создаем цельнокроенный рукав, крой летучей мышь его называют. Длина этого отрезка должна быть равна длине вашего плеча плюс длине рукава. У меня, к примеру, ширина материала равнялась 150 сантиметрам и поэтому мне немного не хватило этой длины. Поэтому я буду дополнительно пришивать деталь, в моем случае оборку. Можно пришить, к примеру, манжету. Если у вас устраивает укороченный вариант рукава, например, 7 восьмых, то можно оставить в таком виде. Итак, я использовала всю длину, которая позволяет мне ширина ткани. Затем линии плеча, линии рукава должны быть одинаковы как по спинке, так и по полочке. Поэтому я замеряю меньшую длину и ее же откладываю по полочке. В данном случае спинка меньше из-за того, что у нас есть припуски на шву посередине спинки. Теперь к этой отметке я провожу линию под прямым углом, то есть перпендикулярно. И длина этого отрезка равна половине длины низа рукава. То есть это не обхват запястья, а чуть больше. Например, если в общей окружности вы хотите иметь 20 сантиметров, то вам необходима половина этого значения 10 сантиметров. И затем просто плавно, буквально на глаз провожу желаемую линию. Можно делать ее более глубокой, но самое главное привести ее вот к этой отметке. Затем я вырезаю деталь полочки, накладываю ее на спинку для того, чтобы вот эти линии получились точно одинаковыми. А что касается манжеты или детали оборки, как в моем случае, то мы берем длину низа рукава, полную, например, уже не 10, а 20 сантиметров, и рисуем прямоугольник такой же длины. Какая ширина? Это недостающая часть, если у вас такая оказалась. К примеру, у меня около 15 сантиметров. И я сделала прямоугольник шириной 15 сантиметров. Можно оставить его в таком виде. Деталь прямоугольника приточать, и у вас будет прямоугольная манжета. Ну а я немного смоделировала деталь манжеты, превратила ее в оборку. Следующим образом. Просто разрезаем прямоугольник с равным промежутком, не дорезая примерно миллиметр до верха, а затем раскрываем его в той степени, которой нам нужно. Можно раскрыть как полусолнце или как солнце. От этого зависит количество волн по низу рукава. А для юбки кроится простая юбка полусолнца. Ее крой я уже показывала в одном из предыдущих видео. Поэтому, если вы не против, из уважения к вашему и моему времени я не буду повторяться. Вот так выглядят раскроенные детали. Здесь одна деталь полочки скроенная в сгиб посередине и две детали спинки раздельные. Все платье я буду собирать с помощью прямой строчки, то есть без использования оверлока. Вы при желании, конечно же, можете использовать оверлок либо зигзагообразную строчку, как вам удобно. Я буду в большинстве случаев использовать закрытый французский или его еще называют двойной бельевой шов. Покажу на примере соединения срезов по рукавам верхних срезов, которые перетекают в плечевые. Особенность французского шва в том, что вы соединяете детали не как обычно лицом к лицу, а вначале изнанку с изнанкой. Так вот, к примеру, сейчас у меня деталь полочки расположена изнаночной стороной наверх. И изнаночной стороной к изнанке я прикладываю одну деталь спинки. Посмотрим на примере верхнего среза. Соединяем края, скалываем булавкой. Я советую сразу же соединить начальную точку и конечную, потому что эти срезы косые, они могут растягиваться, а начало и конец срезов будут для вас ориентиром. Соединили и теперь в промежутках. Аккуратно подправляем срезы, закрепляем булавкой. Посмотрите, чтобы срезы совмещались равномерно, то есть, чтобы не было, например, пустоты или наплыва с одной из сторон. Они должны лежать один к одному. Скололи его. Также можно сразу же сколоть боковой срез, перетекающий в нижний срез рукава. И то же самое повторите по второй половинке. Далее нам потребуется проложить строчку примерно на 5 мм от края. Можно сделать меньше, но я делаю примерно на 5 мм, а потом уже подрезаю срезы. Старайтесь этот косой срез не растягивать, работать с ним деликатно. То есть, я сейчас строчу по лицевой стороне материала. Я проложила строчку с отступом 5 мм от края. Понимаю, что белая нитка на белой ткани вам не видна, поэтому поясняю свои действия. Теперь я подрезаю срез так, чтобы от строчки у меня осталось максимум 3 мм. И делаю так по всему срезу. Я сейчас вам покажу весь цикл создания французского шва. Прямо каждый этап, как я это делаю. По аналогии, вы проделаете все то же самое, при желании, конечно же, с каждым швом, с каждым срезом. Аккуратно располагаем срез на доске. Немножко разглаживаем. И вы можете заметить, что вдоль шва, поскольку срезы косы, образуются волны. Это не заломы, это не складки, которые вы заутюжили, не припосадка, а волны, которые получаются в силу косого среза. Я прикладываю утюг, даю немножко пара. Отключаю пар, немного отстаиваю. Готово. Все, срез шов стал прямым, плоским, аккуратным. Далее я надеваю рукав на руку от манекена София One Forms. У меня просто нет на рукавной колодке или на рукавной доски, которая часто бывает в комплекте с гладильными досками. Но мне очень нравится использовать руку от манекена. Внутренняя начинка, материал манекена One Forms такой, что позволяет утюжить, отпаривать вещи прямо на манекене и использовать даже в качестве колодки. В общем, сейчас я уже заутюживаю срез на одну сторону. В принципе, здесь нет разницы на какую, а, например, вот к себе. То есть, оба среза заутюживаю, направляя в одну сторону. Теперь необходимо вывернуть рукав. Ну, нас интересует именно вот этот шов, поэтому выворачиваем его на изнаночную сторону. Нам необходимо строчку, шов, оставить прямо на сгибе. Вот так. И еще раз поутюжить. На данном этапе многие заметывают шов. Для того, чтобы все получилось максимально ровно, чисто. Но если материал послушный, то я иногда пропускаю этот этап, но иногда все-таки заметываю. И приутюживаю. Если вы все-таки решили тоже пропустить этап заметывания шва, двигайтесь небольшими участками и приутюживайте. Готово. Теперь нам потребуется проложить еще одну строчку уже по изнаночной стороне примерно на 5 мм от края, от сгиба. Участок, на котором вы сейчас будете прокладывать шов, строчку, можно сначала сметать вручную. Можно закрепить булавками. Можно, конечно, прошить сразу. Но для первого раза я бы посоветовала все-таки сметать либо сколоть. Готово. Строчку проложили. И теперь снова идем на утюг для того, чтобы приутюжить шов. И мы практически завершили. Остается только заутюжить припуски на одну из сторон. Здесь я тоже использую руку от манекена и просто направляю в одну сторону. Все, шов мы полностью обработали. Можно, конечно, еще поутюжить с лица, но в принципе уже этого достаточно. Может показаться, что такой способ обработки шва очень сложный, многоэтапный. Да, в нем, конечно, больше этапов обработки, чем просто встачивание и обметывание оверлоком. Но если вам нравится эстетика французского шва, то, мне кажется, можно проделать эти операции. Тем более, что сейчас я показывала упрощенный алгоритм, то есть я не проводила все операции, которые в идеале должны были бы проводиться, то есть я не сметывала вручную. Но в целом результат мне очень нравится. И нравится намного больше, чем строчка оверлока. Итак, мы сейчас с вами имеем обработанные швы по рукавам. Нижний шов, перетекающий в боковой, верхний шов, перетекающий в плечевой. А также я обработала задние и средние срезы, просто подогнув два раза наизнанку примерно по 5 мм. Получился вот такой аккуратный, тонкий шов. Деталь нижней части рукава, скажем так, манжеты. Мы обрабатываем точно так же, как и юбку полусолнца. Фактически, это маленькая юбка полусолнца. Два боковых шва обработаны также французским бельевым швом. Вы можете обрабатывать комфортным для вас способом. И прежде чем присоединять эту деталь к низу рукава, нам лучше всего обработать нижний, внешний срез. Обработать его можно, например, оверлоком, если вы используете в пошиве оверлок, затем отогнуть наизнанку и проложить строчку. Я, поскольку не пользуюсь оверлоком в этом платье, обработаю московским швом. Это значит, что я подогну один раз на пару миллиметров наизнанку, затем второй раз и проложу строчку. Эту операцию можно разбить на две части, то есть подогнуть один раз, проложить строчку, затем отогнуть второй раз и проложить строчку. Вот так выглядит низ деталя. Можно сразу же поутюжить. Теперь присоединим его к рукаву. Вот наш рукав. Рукав вывернут на лицевую сторону, а вот нижнюю деталь, оборку или манжету, выворачиваем наизнанку. Теперь вкладываем деталь оборки в рукав, соединяем швы и скрепляем булавкой. Затем подтягиваем, затем берем второй шов, прикрепляем ко второму шву и в промежутках по кругу. Теперь прокладываем точно такую же строчку с остовым примерно 5 миллиметров от края, не отгибая пару миллиметров наизнанку и прокладываем строчку. Один круг завершили, отгибаем еще раз наизнанку. теперь, как обычно, подрезаю немного среза, оставив 3 миллиметра. Шов поутежили, остается только проложить заключительную строчку, но особенность этой строчки будет заключаться в том, что мы недострочим примерно 2 сантиметра. Все для того, чтобы завести туда эластичную тесьму. делаем закрепку и строчим по кругу. Не так важно, где вы оставите это отверстие, поскольку мы все равно его впоследствии застрочим и с лицевой стороны это вообще не будет заметно. И завершаем закрепкой. Отступ для этой строчки уже будет немножко больше, а именно в соответствии с размерами вашей эластичной тесьмы. То есть резиночка должна по ширине свободно проходить через эту кулиску. Отделяем резинку равной обхвату запястья примерно плюс 2 сантиметра. Подхватываем кончик с помощью булавки, отгибаем оборку и с лицевой стороны заводим в отверстие резиночку. Проводим булавку через всю кулиску, при этом не затягивайте слишком сильно, чтобы резинка не вошла полностью в отверстие. Либо второй кончик можно зафиксировать, прикрепить булавкой. Готово. Выводим булавку, накладываем один кончик на другой и застрачиваем. Затягиваем резинку вовнутрь. Желательно, чтобы резинка внутри не была перекручена. Теперь растянем вот этот участок и закроем отверстие, проложим строчку. Для того, чтобы вам не приходилось этот участок растягивать в процессе пошива, немного выправите ткань. Видите, этот участок сейчас плоский и проложим строчку. Здесь главное не зацепить резинку, не прострочить по ней. Сейчас нам предстоит присоединить верхнюю часть платья лифа к юбке полусолнца. Юбку мы полностью заготавливаем, так же, как и вот эта деталь оборки. То есть соединяем боковые швы обрабатываем их, но вот низ изделия ни с юбки обрабатывать пока не стоит. Сделаем это в самом конце. Теперь мы можем присоединить лиф с юбкой точно таким же способом, как только что присоединили рукав к оборкам. Тем же самым способом создаем такую кулиску, оставляем отверстие и заводим в конце резинку. Я не показала обработку горловины, я прикреплю видео на обработку горловины косой бейкой, которую я делала ранее, поэтому посмотрите пожалуйста там, если есть необходимость, если пока не знаете как это сделать. Я обработала ручную петлю с одной стороны, пришила пуговицу с другой. Прежде чем осноравливать низ изделия, то есть выравнивать его, необходимо повесить платье и желательно оставить его в таком состоянии хотя бы на сутки. Предварительно я его также еще и отпариваю вертикально. У моего утюга с парогенератором есть функция вертикального отпаривания, что очень удобно. Далее я просто нахожу самую короткую часть, замеряю расстояние от пола и уже ориентируясь на отметку на линейке, осноравливаю весь край, весь низ. Это удобно, когда некого попросить о помощи в осноровке изделия, а вам нужно надеть платье. На этом платье будет готово. Желаю вам хорошего дня и прекрасного лета. до новых встреч, до новых встреч, до новых встреч. Продолжение следует...